Казахстанские школьники отстают по функциональной грамотности от своих зарубежных сверстников. Об этом заявил вице-министр образования и науки в ходе ежегодной августовской конференции. Восполнить пробелы должны передовые реформы. Одна из задумок Минобразования – новая система оценок. Школьники смогут забыть о двойках, а отличники перестанут получать пятерки. Успеваемость будет оцениваться по 12-бальной шкале. Первопроходцами в этом направлении станут Назарбаев интеллектуальной школы. Позже их опыт, а также другие наработки должны перенять остальные средние учебные заведения страны. Есть специальное международное исследование ПИЗа, которое проводится один раз в пять лет. В этом году как раз таки были международные исследования ПИЗа проведены. Мы тогда теперь сравним с теми исследованиями, которые были проведены с 2007 года. И вот посмотрим, значит, по сравнению с 2007 годом, в 2012 году, была ли какая-либо динамика, или был какой-то звик, в частности, по развитию функциональной грамотности. В традиционной августовской конференции приняли участие 165 иностранных педагогов. В будущем учебном году они будут работать в Назарбаев интеллектуальных школах. Одним из представителей зарубежного просветительского десанта – учитель английского Нейтан Лоллер. С нашей страной его связывает не только трудовой контракт, но и брак с гражданкой Казахстана. О своих коллегах американский педагог отзывается положительно и только на государственном языке. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!